Когда кто-то вводит санкции против России, он должен задать себе простой вопрос. Ребята, а что получится в итоге этих санкций? И я, допустим, как экономист с высшим образованием, могу сказать, что ничего хорошего для того, кто вводит эти санкции, не будет. Почему? Потому что Россия сама не производит ничего, кроме ресурсов. Допустим, Россия торгует нефтью, газом, железом, лесом. Она и будет продолжать торговать, потому что она же сама не делает табуретки из этого леса и не делает, в общем-то, горячие смазочные материалы из нефти. Она просто гонит нефть и бензин, и газ. Поэтому, если вы вводите санкции и перестаете в Россию завозить какие-либо товары, то сейчас на рынке, который перегружен тем, что нужно продать, другие производители тут же заместят этот ниши и тут же привезут и продадут. Скажем, уйдут с нашего рынка, как вот сейчас сказали, что General Motors уходит, скажем. Слава Богу, ну ушло General Motors. Ура, кричат корейцы с китайцами. У них праздник, General Motors валит из России. Здорово, это значит, наши машины будут продаваться. Если Nissan уйдет с России, Бога ради, тут же моментально сюда приедут Toyota, у них стоят огромные поля непроданных машин. Ура, наши машины, наконец-то мы можем кому-то втюхать, скажут они. Поэтому хуже будет только тем, кто введет санкции. Мы же понимаем прекрасно, что санкции вводятся не потому, что мы что-то сделали не так, а вводятся потому, что мы есть. Вот мы есть, поэтому с нами надо бороться. Это длинная лекция, я не буду сейчас нарастекаться мыслью по требованию. Я просто скажу, что условия выживания Америки сегодняшней, это ликвидация России как второго центра силы. Поэтому все, что можно использовать для этого, Америка будет делать, и в частности санкции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...